Ракета малой дальности Ирис-Т – это самая современная немецкая система ПВО. Первый такой комплекс уже прибыл в Украину. Об этом 12 октября на встрече НАТО в Брюсселе сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Современная система противовоздушной обороны Ирис-Т была доставлена в Украину из Германии. Это крайне важная поддержка для Украины в борьбе с ракетными обстрелами, с этим террором, который Россия использует против гражданского населения. То, что им приходится сейчас переживать, я пережила сама во время визита в Одессу для переговоров с моим коллегом Резниковым. Тогда дважды звучала ракетная тревога. И я знаю, что это такое – быстро бежать в бункер, бросать всё. А люди переживают это каждый день и каждую ночь. Поставки систем Ирис-Т в Украине канцлер Германии Олаф Шольц обещал еще в июне. По информации немецких СМИ, Украина хотела купить 11 таких систем и попросила Германию о финансовой помощи в размере около полутора миллиардов евро. Но возникшая задержка связана с производственными проблемами, а не с отсутствием политической воли. На производство таких систем нужно время. Системы, которые поставляет Германия в Украину, первоначально были заказаны Египтом и потребовалось определенные дипломатические усилия, чтобы сделать их доступными для Украины уже сейчас. Но на производство вооружения для Украины нужно время, будь то ПВО или другие системы. Зенитно-ракетный комплекс Ирис-Т СЛМ производит немецкая компания Диль Дефенс. Он состоит из трех мобильных элементов – пусковой установки, радиолокационной станции и командного пункта. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 и расстоянии до 40 километров. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов. Эта современная система еще не использовалась в Германии, так что это первый раз, когда ее эксплуатация будет происходить в условиях боевых действий. Ее продавали Египту, а несколько упрощенную версию установки Швеции и Норвегии. Но пока эта система достаточно нова и в деле опробована не была. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это началом новой эры в противовоздушной обороне Украины, но для защиты целой страны одной такой системы недостаточно. Это сложная современная система, но одна такая система ситуации не изменит. Она может защитить один город, но не более того. Поэтому Украине нужно намного больше таких систем. Вслед за немецким Ирис-Т американцы обещали ускорить поставки в Украину систем ПВО на Самс. Сообщалось, что две такие системы будут доставлены Киеву уже в ближайшем будущем. Ракеты для этих зенитных установок предоставит Великобритания. Однако и этого недостаточно, чтобы защитить Украину от российской агрессии, заявил 13 октября на сессии ПАСЭ президент Украины Владимир Зеленский. Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем также от Франции и Италии мощных шагов. И здесь нечего добавить. У нас есть 10% от того, что нам нужно, если честно. Между тем, на фоне массированных обстрелов Украины в Германии и других странах НАТО запустили проект по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны. Система Ирис-Т тоже должна стать частью этого противовоздушного счета.